Футбольный клуб Твери продолжает подготовку к очередному матчу в рамках профессиональной футбольной лиги. В девятом туре подопечный Вадима Гаранина на своем поле встретится с командой «Локомотив Казанка». Напомним, что в последних двух матчах наша команда добиться победы не смогла, проиграв один матч и сведя второй к ничьей. В ближайшей встрече Твери намерена неудачную серию прервать. На одну из тренировок нашего коллектива побывала съемочная группа телеканала «Тверской проспект. Регион». Спасибо! Вот так неформально и шумно началась очередная тренировка футбольного клуба «Тверь». Традиционный ритуал на этот раз был посвящен тренеру-вратарей Максиму Фролкину, который в этот день отмечает свое 46-летие. Впрочем, на этом неофициальная часть тренировки закончилась, футболисты приступили к работе. В ближайшие выходные клуб из столицы Верхней Волжья примет на своем поле «Локомотив Казанку». В матче с одним из наиболее серьезных соперников по группе 2 профессиональной футбольной лиги Тверскому коллективу предстоит прервать не самую удачную серию из двух матчей, в которых коллектив Вадима Гаранина набрал всего одну очко. «Лучше оттолкнуться от последней игры. Действительно, не все понравилось. Немножечко потерялись те детальки, которые мы требуем. Структура игры потерялась. И из-за этого очень тяжело создавались моменты. Даже во втором тайме практически не создавались». Впрочем, как признался рулевой Твери, тренерский штаб команды видит, в чем таятся проблемы коллектива. Однако, подчеркивает Гаранин, одно дело видеть, а другое — исправлять ситуацию на поле. Именно этого, наверное, ждут от футболистов тверские поклонники футбола. К слову, болельщиков, которые приходят поддержать молодой коллектив на трибунах юности, главный тренер Твери благодарит после каждого домашнего матча. Исключением стал лишь поединок со звездой из Санкт-Петербурга в минувшие выходные. Был настолько сильно разочарован качеством игры, что все мысли были только об этом, признается Вадим Гаранин. И просит исправиться в эфире нашего телеканала. Даем наставнику тверетян такую возможность. «То, что делают болельщики в последних играх, для нас это огромный плюс, огромнейший плюс. С другой стороны, опять я могу подчеркнуть, что мы все здесь находимся, в принципе, ради них». Как бы то ни было, ни о каких упаднических настроениях в стане тверетян говорить точно не приходится. Команда уверенно идет в группе лидеров, занимает второе место по количеству забитых мячей и имеет лучшую в лиге разницу забитых и пропущенных. Один из тех людей, благодаря которым удалось достичь таких показателей, полузащитник Ярослав Ивакин. Игрок забил уже четыре мяча, причем в матче второго тура оформил хэт-трик. Ярослав подчеркивает, в преддверии очередного домашнего матча настроя, иначе как на победу, быть у команды не может. «Конечно, настрой будет у команды боевой. Сейчас вот три дня будет подготовиться к этой игре и покажем все, на что способны». Итак, поединок между командами «Локомотив» «Казанка» и «Тверь» намечен на субботу, 3 октября. Начало матча в 14.30. Не пропустите.